Всем доброе утро! Сегодня с вами с должности с подъезда. Прямо с утречки, вы представляете? Вчера ночью уже позвонила сестра. Сказала, что она хочет сегодня привести себя в порядок. Покраситься. Поэтому я сейчас ее заберу. Вот. На условленном месте. И поедем. Мы поедем. Мы помчимся на оленях. Которые морганзи. Чарли, Винга. Суви. Давай. Чарли. Пока он не парит. Чарли. Винга. Винга. Винга, Суви. Давай. Залазь. Я уже дома. На обед я хочу себе сделать кускус. Вот. У меня есть гречка, но я ее буду есть с молоком. Потом когда-нибудь. А сейчас заварю кускус. В общем, представляете? Сейчас я сделала заправку. Поругалась с одним мужиком. Мужик такой. В общем, заправка. Такая маленькая заправка. Есть всего две. Два шланга, скажем так. С одной стороны и с другой. На одной стороне стоит большой грузовик. Но без прицепа, без всего. Просто вот этот вот грузовик. И, значит, на одной стороне. На другой стороне стоят уже легковушки. Штуки три, наверное, машины. Вот. Но я вижу, что грузовик уже все. Он убирает уже шланг. В общем. Вот. Но я стою за всеми этими машинами. То есть, те эти машины стоят на другую сторону. В очереди. Вот. Уехал грузовик. Ближу. Передо мной какая-то маленькая машинка такая стоит. Никто не едет туда. Я стою. Я с сестрой еще сидела. Говорю, что туда никто не едет, что ли? Ну, тогда я, говорю, поехала. И еду туда. Там никто не едет. Наверное, в другую сторону стоят. Подъезжаю, значит, одеваю свой мноморбик. Выхожу. Мужик, значит, вылетает. Вообще-то я тут стоял в очереди. Уезжай отсюда. Типа. Я стоял в очереди. Если бы он кулюторно сказал. Сказал бы там. Девушка, извините. Но вот я стоял. Вроде бы как впереди. То не было бы проблем. Я бы ничего даже ему не сказала. Ну, я буду молчать? Нет, нет, нет. На хамство. Воспитано так ему. На вы. В Испании вообще. Знаете, на вы. Редко кто разговаривает. Я уже говорила об этом. Тут все на ты. Все, как говорится, по это. По-своему. Но я ему на вы. На вы. И не шепотом. Значит, говорю. Я стояла, да. Я стояла сзади вас. Но вы никуда не поехали. И что я буду ждать, когда там кто-то куда-то поедет? Естественно, я и начала. Проехала вперед. Потому что просто никто туда не ехал. Та-та-та-та-та-ты. Уезжай. Я буду заправляться. Я говорю. Никуда я не поеду. Потому что, говорю. Откуда я знаю? Что вы там сидели? Думали? О чем думали? Мечтали? В носу ковырялись? Говорю, пока вы думали, я бы могла прекрасно заправиться. Что я и буду делать? Вот. Я первый стоял. Что за фигня? Он, а это. И заправщица такая. Мужчина, маску наденьте. Да. Я вот выбежал. Типа мне мало. Я даже забыл. В общем, короче, бегает. Я говорю. Мне какая разница? Мечтаете вы? Или задумались вы о чем-то? Мне. Я говорю. У вас на лбу это не написано. Поэтому я проехала вперед. Потому что вы летали в облаках. Ну, пока вы летаете, я бы уже 150 раз заправилась. Он, значит, сел в машину. Развернулся, знаете. Потому что у него бакс бы с другой стороны. Развернулся. Встал ко мне жопой. Значит, две жопы стоят. А я, знаете, уже думаю. Ладно, пускай хрен с ним. Он заправляется. Уже пошла садиться в машину. Пока я села в машину, заднее стекло смотрю. За его манипуляциями. Я не понимаю, что он делает. А он, знаете, все. Жук-жук быстро на этой своей коробчонке. Что он с сестрой таки? Она такая, что это он? Я говорю. Не пойму, что он делает. Я говорю. Вышел, значит. Взял этот шланг. Обычно там девушка сама заправляет. Скипел холодильник. Он этот шланг сам взял. Несчастный 10 рублей себе заправил. Вот, пока я открывала себе бак там. Все спокойно. Он какой-то это, наркоман что ли. Или это. Я говорю, да заправляйтесь на здоровье. Я говорю, я никуда не спешу. Вот, типа такой, знаете, победил. Я заправился. Я говорю, ничего страшного. Я никуда не спешу. Вот. И уехал. Вот дебил, блин. Сколько же дебилов есть. Сестра такая сидит. Говорит. Это мочист. Говорит. Это. Я говорю, да мне хоть кто, главное, чтобы это. А что, где моя любимая чаша? Она занята. Вот таких вот дебилов много. Тырк, пырк. Нет, если бы он сказал спокойно. С чувством, с толком, с расстановкой. Я бы, как ни говорится, ему и даже и не ответила бы ничего. То есть, ну, стоялась там. Девушка, извините, я задумался. Ладно, а то вылежу. Весь такой. Еще я, типа, я первый стоял, уезжаю. Сейчас. Ага. Не на ту напал. Ну, потом, знаете, уже я своим, это, голосом таким, на вы и шепотом, что он даже мне ничего не ответил. И он просто стоял, как говорится, и молчал. Потому что, я говорю, не хрен было думать, говорю, о чем-то там мечтать. Тем более, видит, что очередь стоит. Чего мечтаешь стоишь? Ты думал? Я думал, Юр. Ну, а я откуда, знаешь, что ты там думала и что ты там делаешь? И буду сидеть ждать, пока ты там передумаешь? Нет, конечно. Нервный паралитический. Бывают такие. Идиоты. Кусь-кусь. Ой, а что? А, только она горячая. Только она уже не горячая. Ну, ладно. Кусь-кусь. Кусь-кусь, заваривайся. Я, знаете, если я права, я буду отстаивать свои права. Я никогда не уйду. Вот у меня клиент, моя подружка, вот Конча, она говорит, Я не люблю, ну, не умею спорить. Я даже, если я права, я промолчу. Нет, я не, я правдолюб. Я такой правдолюб, что иногда думаю, нахрен ты с этим связываешься. Ну, нет же, я буду вот доказывать, что я права. Вот, что вот надо, надо вот, раз не прав, прими это. Иногда, конечно, лучше промолчать. Сейчас уже с возрастом, наверное, не шашнадцать. Уже иногда и промолчу, потому что легче промолчать для своих нервов. Но иногда для моих же нервов лучше поругаться. Я не знаю, выпустить, скажем так, пар, да, вот как с этим мужчиной. Я прям так, я даже сама удивилась, чтобы я на вы прям к нему так, это, знаете, как это, по-кулюторному так прям раз. Два дебила, это сила. В общем, много разных дураков. Он на этой коробчонке своей, лихушонке такой, раз, раз, трын, трын. Что он делает, что за маниобра, что он творит. У него даже бак был с другой стороны. Вот дурак. Так, ладно, пока кускус заваривается, немножко посуду помоем. Так, друзья, куда же я еду? Ну, в общем, я собралась ехать, так, повыше немножечко, в Алди. Там есть, черт, у меня хлеб закончился. Я сейчас хлеб не делаю сама, потому что, чтобы готовить хлеб, такой вот, который я готовила пару раз с этим, как он, с закваской. На это нужно очень много времени. Времени, как бы, его нету, чтобы с ним там целый день возиться. Вот, в Лиддале очень вкусный черный хлеб, ну, как наш серый. А в Алди я видела тоже много разных хлебов наших. Я не люблю вот эти вот всякие батоны нарезные или багеты какие-то. Я люблю вот как наш серый, знаете. Или бородинский тоже не очень, ну, в охоточку. Но бородинского тут точно я не найду. Вот, поэтому покупаю серый. И вот сейчас я еду в такое время, когда вообще никого не должно там быть, потому что время сиесты. В Испании сиесты это святое с двух где-то до пяти. Все люди спят после еды, а в жару это и тем более. Вот, поэтому еду, когда... Не люблю на кассе стоять потом три часа, чтобы расплачиваться. Поэтому сейчас пойду, прогуляюсь, посмотрю, что новенького есть. Вот, вам покажу и, может быть, что-то вкусненького найду. Ну, и вот так вот с дома скучно сидеть на пляже. Там, наверное, жесть, что будет, много народу. А у нас, блин, телевизор лучше не включать, потому что там тоже жесть показывают. У нас наш президент... Президент, он не президент, как бы, но президент. Так будем поговориваться. Был в отпуске, вернулся. Ну, не потому что отпуск закончился, а потому что вот у нас такая ситуация, что чуть ли не это... Чуть ли не опять нас закроют скоро на карантин. Вот. Ну, ладно, надо смотреть позитивно. Как-то я не знаю, когда все это закончится. Ой, я мусор везу, мне не забыть мусор сейчас выбросить. Блин, а тут машин столько понаставили. Мусор такой, знаете, какой... Я же сортирую. Пластик и... Блин, зеркало садится. И бумагу. Сейчас пойду выброшу. Что мне делать? Что-то я не сказала его, что прям народу мало. Тут посмотрим, что тут привезли. Интересно. Сейчас к школе все готовится. К школе всякие штуки привозят. Тут какой-то кран. Это, по-моему, с прошлой недели кран. Слышу, там хлеб режет. Видите? Я своей тележкой взяла. Два вида дыни. Что-то дыню захотелось. Арбузы уже наелись. Дыни теперь хотим. От кружки. По 3 евро. Интересные. А вот музыка опять орет. Потом мне забаркадирует. Абра-кадабр сделает. Ладно. Свою поключим. Значит, носки какие-то. Носочки. Теплые прям уже, знаете. А, это для спорта все. Это я видела. Я в эти смотрю. По приложению. Полотенце. Смотрите, какое интересное. Есть у кого-нибудь такие полотенца? Так вот, как платье. 7 евро стоит. Закутался. И все. Прикольное, да? Тут вот все для детишек. Чтобы делать всякие интересные штуки. 10 евро подушка. Мне кажется, это дорого. Для рекоративной подушечки. Я думала, может, мне вот такой вот к двери. Он какой-то колючий. 7 евро стоит. Из кокоса. Кокосы. А у меня маленький там есть. Нормально. Вот знаете, что не пойму? Что это такое? А, это для игрушек. Ванная. Я думаю, что с ним делать-то? Думала, дуршлаг, что ли, какой-нибудь. О, блин, дуринда. Ящик, смотрите, какой интересный. Складывающийся. Вот что, с дырками, что ли, тут? А, нет, вот это. 8 евро. Вот для моей тележки было в самый раз, да? Но я и с этой поезжу нормально. Вот стеклянный. Стеклянные эти, смотрите. Трубочки. Трындец. Мне кажется, немножко опасно. Такие трубочки. Так, пойдемте хлеб посмотрим. Сколько разных донатцев вкусных. Так, посмотрю и пойду дальше. Там люди затариваются хлебом, видимо, на неделю. Поэтому пока подождем. Бисквитики такие фруктовые. С яблочком. Смотрите, сметана кислая. 24% это натооксида. Она даже 69 копеек стоит. До какого она? Январь, февраль, марта, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Слушаю, до 21 сентября. Возьму, попробую. Я знаю, в Алькампу продается такая кислая сметана. А здесь вот ни разу не пробовала. Тушеные яблоки, 2 евро. Прикольно. Чипс. Написано чипсы. А, это что такое? А, смотрите. Это подешевле даже. Рубль 99. Это вишня. Возьму. Вишня, смотрите, порционная. Обожаю вишню. Компот из вишни. Класс. Возьму. Что тут еще? Ушли они от хлеба там? Или что? Ушли. Тут прям набирали, набирали. Не знаю. Целую тележку хлеба. Смотрите, вот здесь сколько много. Вот с женой хлеб, видите? А там вот с семечками. И здесь, кстати, дешевле. А нет, там килограмм почти. А здесь 750 грамм. Цены, в принципе, такой же. Только вот, мне кажется, вот это поменялись с этим. А это вот прям... Что-то, не знаю, какой взять-то. Мне вообще вот этот привлекает вниманием. Такой, наверное, возьму. Как тут это все работает-то? Я в Лидоле знаю, как это работает. А, здесь просто, наверное, вот так. У горячей. Порежем. На 12 я всегда к среднему. Мне так нравится этот процесс. Что-то, мне кажется, это толсто. Тележку свою бросила на полпути. В общем, ничего, в принципе, не купила. Два вида вот дыньки. Одну такую, одну такую. Компотик. Сметанку. И хлеб. Все. Хлеб хороший, вкусный. Ну, какой-то он странный. Не как тут. Не знаю. Я завариваю себе чай. Обычный черный. Чаю попью. Что-то чаю захотелось. А дыни сейчас пойдут в холодильник. Холоденькими они будут намного вкуснее. Мы тут гуляем, ходим по парку. Чарли этот парк уже не любит. Смотрите, кто-то целый батон кинул рыбам. Рыба не очень ходит. Чарли, вы не... Там у нас опять служба идет. Видите? Как я одна же... Смотри, смотри, сколько рыбок. Хорошо поют. Сейчас с сестрой разговаривала. Говорю, смотри, как служба у нас на свежем воздухе. Хорошо так поют. Смотрите, парень прям сидит. Чуть ли не молится, да? Видите? Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Такая вот Вера интересная. Чарли вообще не хочет здесь. Так отпусти его. Опять топанет. И беги как дурак за ним. Субтитры сделал DimaTorzok Я, как всегда, сходила в душ. Управила. Сейчас себе дыньку порежу. Знаете, хочется дыньку попробовать. Что там получилось. Какая она вкусная или невкусная. Надеюсь, что будет вкусная. У меня их две. Так что... Компотик тут раскладываю. Так хочется покушать. Но все вместе. Но все вместе это будет перебор. Так что будем лопать одну дыню. Она уже, наверное, остыла. Арбуз так и будет лежать. Никто его не будет есть. Так всегда. Почему всегда, когда покупаешь дыню, то естся арбуз. Если покупаешь арбуз, то естся арбуз дыня. Ну, в общем, вы поняли, да? Что-то одно. У вас как? Или вы все вместе? Я видела многие ассорти. Прямо так нарезают. Арбуз, дыню. Но для меня это, знаете, как бы вкусы разные. И как бы неприемлемо. Как бы для меня. Потому что что-то одно всегда бывает слаще. Это, как, знаете, есть после шоколада какое-нибудь яблоко. Оно, естественно, будет безвкусным. Даже иногда и кислым. Поэтому я всегда ем что-то одно. И все. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра у нас не знаю, что будет. Потому что... Потому что... Потому что... Поживем, увидим. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Мы-то встретимся по-любому. А где? Это вы уже увидите. Завтра. Так что не забывайте подписаться. Поставить лайки. В общем, набор. Как это назвать? Набор. Видео. Смотрителя. Подписка. Колокольчик. Лайк. Вы же правильные подписчики. Правильно? Ну все. Всем пока-пока. И до завтра.